Как дела, мои ненаглядные мамки на ютуберы? Если вы оружейник, как я, ну или вы просто играли в Call of Duty, скорее всего, вы знакомы с этим сорванцом. Это Барретт М82А1. Ну или просто Барретт, потому что Барретт. Для многих людей это оружие их мечты, но все же эти пушки производят тысячами. И хоть она довольно дорогая, и очень крутая, это не такая уж и редкость. И сегодня мы поговорим о его гораздо менее известном и более экзотическом родном брате. В прототипе Барретт М82А2. Поговорим об этом. Давайте обсудим, что же это нахрен такое. Во-первых, это пятидесятка. Все знают, что Барретт — это пятидесятый калибр. Но зачем быть таким громоздким? Ведь пистолет Дезерт Игл тоже стреляет патронами пятидесятого калибра. Не совсем так. В Дезерт Игл применяются патроны 50 Экшн Экспресс. Конечно, это пятидесятка, потому как диаметр пули составляет полдюйма, то есть пятьдесят сотых дюйма. Но вот в Барретт применяется патрон 50 БМГ. 50 Экшн Экспресс довольно большой для пистолетного патрона. Но это — 50 БМГ, патрон Барретта. Это ты, когда не подписан на канал. А это — типичный подписчик моего канала. У тебя все еще есть шанс. Здравствуйте, друзья! Меня зовут Антон. Я автор и ведущий YouTube-канала «Контрольный спуск». Я записал это небольшое видео для того, чтобы как можно больше людей узнало о том, что после того, как в прошлом 2021 году были приняты беспрецедентные поправки, ужесточающие законодательство об оружии, мы с коллегами собрались и подготовили полномасштабную, объемную, проработанную инициативу по изменению оружейного законодательства в позитивном ключе. Познакомиться с самой инициативой вы можете вот по этому QR-коду или по ссылке в описании в этом видео. Как проголосовать на РОИ, также есть отдельное видео. Посмотрите. Я надеюсь, что автор канала ссылку на него также оставит. Потому что там краткая инструкция, как это делать для тех, кто никогда на РОИ не голосовал. Ну а вас, уважаемый зритель, я очень попрошу, потратите 5-10 минут, перейдите по ссылкам, прочитайте эту инициативу, внимательно ознакомьтесь с ней и проголосуйте за по инструкции. Потому что если мы сейчас этого не сделаем, то оружейное законодательство в России будет только уже 100 часов. А я уверен, что никто из владельцев оружия этого не хочет. Так что, пожалуйста, проявите активность, проголосуйте сами и приведите хотя бы еще 5-7 человек вместе с собой, родственников, друзей, знакомых, потому что времени остается все меньше, а голосов за инициативу надо набрать еще много. Спасибо за внимание. Для того, чтобы соответствовать столь мощному патрону, необходимо довольно массивное оружие, особенно для стрельбы в полуавтоматическом режиме. Из такого тяжелого оружия, как 50-ка BMG, довольно тяжело стрелять с плеча, особенно если вы делаете это в первый раз. Но все это не относится к Баррет М82А2. Все правильно, эта винтовка разрабатывалась как раз для стрельбы стоя с плеча. Круто! Некоторые из вас подумают, Брэндон, а разве нельзя стрелять с плеча с обычного Баррет? Я видел в интернете, как люди это делают. И мой ответ... Да, но вообще-то нет. Да, в принципе, возможно стрелять с плеча из обычного Баррет. Но это не совсем практично, и это не то, для чего разрабатывалась эта винтовка. Баррет разрабатывался для стрельбы из положения лежа. Это должно быть очевидно, учитывая то, что он имеет встроенные сошки. Он задумывался как дальнобойная крупнокалиберная снайперская винтовка, и стрельба с плеча немного не соответствует дальнобойной концепции. Так что же они могли придумать, чтобы сделать возможным стрельбу из Баррет с плеча? В нашем случае они сделали из него буллпап. Если кто не знает, буллпап — это то, что мне не очень-то и нравится. Это когда в попытке сократить общую длину оружия, элементы управления огнем размещают впереди магазина. При этом отпадает необходимость делать привычный приклад, например, Штейр-Аук или Тавор. На Баррет М82А2 и подобном оружии ствольная коробка заходит буквально вам за плечо. Такая конструкция оружия, когда оно заходит за плечо, чем-то напоминает РПГ. И я думаю, это неспроста, так как это оружие превращает вас в мобильную артиллерию. Элементы управления огнем обычного Барретт находятся здесь, перед шахтой магазина, а здесь их сдвинули вперед при помощи системы дополнительных тяг. И поэтому у буллпапов почти всегда просто ужасный спуск. И это оружие — не исключение. Отвожу затвор. Оружие не заряжено. Этот спуск... не очень. Это происходит потому, что к обычному усилию спускового крючка Барретт М82 прибавляется дополнительное усилие тяги до затвора. Эта тяга приводит в движение механизмы, которые расположены почти в полуметре позади него. Совсем неудивительно, что спуск такой хреновый. Вместо пистолетной рукояти и спускового крючка на этой модели у нас здесь как бы приклад. Ну или плечевой упор. И честно, выглядит он хуже, чем есть на самом деле. Вообще он довольно... Конечно, это оружие стреляет не мягко, стрелять из него довольно сложно, но в сравнении с другими пятидесятками довольно удобно. Проведем небольшое испытание мобильности и постараемся не столкнуть наши мишени. Знаете, довольно просто переносить на себе этот М82А2 таким образом в сравнении с обычным Барретт. С ним я бы точно не смог так бегать. Довольно удобно. Я думаю, это потому, что если облокотить его на плечо, как я, вся нагрузка переходит на мой позвоночник, где она и должна быть. Теперь я понимаю, почему он так понравился военным. Неплохо. Моя дыхалка, отстой. Я уже говорил о том, что это довольно редкий образец. Но ранее я не уточнял, насколько он редкий. Из того, что мне удалось узнать, у меня нет возможности проверить эту информацию, если сотрудники Барретт поправят меня, я буду рад выпустить опровержение. По моей информации, было изготовлено только 10 таких прототипов. Если это правда, то это довольно круто, потому что если верить серийному номеру, это прототип номер 10. Если их и правда сделали всего 10, я не знаю, сколько их осталось у Барретта, остались ли они у военных. Я точно знаю, что одна из них до сих пор в Голливуде. Кто бы мог подумать, по сценарию, это была 20-миллиметровая винтовка из третьей части Парка Юрского периода. Нет, нет, из хорошей третьей части. Ладно вам, он был нормальный. Насколько я знаю, только эту винтовку когда-либо выставляли на продажу, остальные я найти не смог. И помог мне в этом аукцион Рок Айленда. Хочу поблагодарить этих парней, на закрытых аукционах у них часто продается очень интересное оружие. Это становится своеобразной расширенной версией моей зависимости от Ганн Брокер. На их сайте есть много интересных фото этого оружия, и также история создания М-82А2, и также сумма, которую мне пришлось за него заплатить вместе со всеми аукционными сборами и налогами. А зачем вообще создавали М-82А2? На самом деле, военные сами попросили об этом. К тому времени армия уже освоила обычный Барретт М-82, и они хотели, ни за что не догадаетесь, хотели версию Барретт, из которой можно стрелять с плеча и избивать при этом вражеские вертолеты, как стоя, так и с колена. С этой идеей Барретт пришел к сумасшедшим разработчикам, и в результате они сделали вот эти прототипы. Далее, эта история становится довольно смутной, но, как я понял, военные вернулись к Барретту и сказали, «Черт, это была хреновая идея, нам так жаль, закупка отменяется». И их никогда не производили. Это не остановило Metal Gear Solid, но винтовка все равно крутая. А сейчас мы посмотрим, какова же будет отдача при стрельбе в воздух. Шутка, оружие не заряжено. Чё за хуйня? Вы и правда думали, что я могу выстрелить пятидесятки BMG прямо в воздух, чтобы пуля приземлилась хрен знает где в Сан-Антонио? Господи, я был о вас лучшего мнения, правда? Мы вкратце обсудили М82А2, давайте взглянем на него подробнее. Сразу бросается в глаза, что кнопка высвобождения магазина находится в странном месте. Опять же, прототип, всё понятно. При её нажатии магазин высвобождается, и мы видим довольно грубо вырезанное квадратное отверстие сбоку, по сути, стандартного магазина Барретт М82. Десятизарядная полуавтоматическая винтовка в калибре пятьдесят BMG. Сейчас мы её быстро разберём, покажем вам, что внутри, почему она такая крутая. И пока я это делаю, я попрошу вас, если вы заинтересованы в разработке оружия и всё такое, и хотите работать в этой индустрии, зайдите к нашему сегодняшнему спонсору. Это отличный ресурс, если вы хотите получить преимущество в начале карьеры оружейника. Если так, ссылка будет в описании и в закреплённом комментарии. Сможете делать подобное оружие. Итак, вы видели, как я отодвинул затвор после того, как вынул два штифта. Она разделяется на верхнюю и нижнюю части и разбирается абсолютно так же, как и обычный барретт. Вы видите, что за исключением перенесённых вперёд элементов управления огнём, внутри это всё тот же барретт. Здесь есть такая же огромная возвратная пружина сзади и такой же затвор с затворной рамой спереди. Довольно стандартный затвор для 50-го калибра с тремя боевыми упорами. Как вы видите, от спускового крючка идёт длинная тяга вот здесь. Этот сегмент даже приварен. Он закрывает эту тягу. Тяга приводит в движение этот механизм сзади, и поэтому оружие стреляет. В барретт применена довольно странная система, когда большая часть УСМ расположена на затворе. Если вы не знакомы с этой системой, ну или вам просто насрать, не волнуйтесь, я не буду вдаваться в подробности её конструкции, так как это видео тогда бы длилось минут 30. И, кстати говоря, самое время для небольшого перерыва. Для нашего традиционного перерыва я приготовил самый несуразный тест пробития Уайт Клоу всех времён. Никто и не обещал, что взводить затвор с плеча будет просто. Сбиваем военно-воздушные силы Уайт Клоу через 3 2 1 Пуля её даже не заметила. Пуля прошла беспрепятственно, затратив процента 3 от своей энергии на банку, а остальное ушло в насыпь позади неё. Вероятно, нам понадобится что-то большее, если мы хотим показать всю мощь, с которой имеем дело, когда речь заходит о винтовке Барретт. За свою жизнь я расстрелял в упор много подобного дерьма. И что-то мне подсказывает, что мне не очень понравится то, куда полетят все эти брызги. Чем дольше я смотрю на эти бутылки, тем более явно я вижу душ в скором будущем. Ну и после этого настоящий душ. Это ужасно. Чего я только для вас не делаю. 3 2 1 Я сухой. Ты сухой? Я думаю, и так понятно, что у нас здесь неплохие результаты. Первая бутылка Пепси, вторая бутылка Пепси и оторванное дно у третьей бутылки Пепси. Да, я думаю, так видно более наглядно всю ту огромную мощь, что несёт в себе пуля 50 BMG. Что касается верхней части, она почти ничем не отличается от стандартной на М82. Я думаю, её оставили практически без изменений, только перенесли планку Пикатинни и всё такое. Конечно же, мы установили коллиматор ИОТЕК по приколу. Разумеется, он не для стрельбы на большие расстояния. Здесь также применяется традиционный для Барретта Погостик Смерти. Ствол здесь подпружинен, так как здесь применена система с коротким ходом ствола. Бывают системы с длинным ходом ствола и всё такое, но здесь применён короткий ход. После выстрела ствол отходит назад под воздействием отдачи вместе с патронником. А он, в свою очередь, толкает затвор с затворной рамой назад. И этого импульса достаточно для того, чтобы затвор открылся и произвёл следующий цикл. Никакой газовой системы, всё это работает только на силе инерции. Поэтому и Погостик. Собираем всё обратно. Сборка довольно простая, детали, правда, громоздкие. Вставляем верхнюю часть в паз спереди, отводим затвор достаточно далеко назад, чтобы он не мешал. Затвор вернулся вперёд. И теперь можно вставить штифты. И ещё один сюда. Теперь ваш М82А2 снова в строю. И он снова готов делать то, что получается у него лучше всего. Разносить всё в хлам. И ещё сбивать вертолёты. А теперь мы позволим этой малютке сделать то, для чего она была создана. Сбить вражеский летательный аппарат. Это мог быть один из новых китайских дронов. Да, скорее всего, это он и есть. Я надеюсь, вы узнали что-то новое из этого ролика, и если он вам понравился, я прошу вас поставить лайк. Благодарю за то, что подписаны на мой канал, и как обычно, увидимся, мои ненаглядные мамкины ютуберы, в следующем видео. Вертушка подбита.